Михаил Алексеевич, отмечая определенные успехи в развитии Чувасской Республики, они несомненно есть и в здравоохранении, и в образовании, и в развитии инновационной продукции Чувасской Республики. Тем не менее, через каждый блок результативности он обозначал те проблемы, которые необходимо решать. И это, прежде всего, связано с тем, чтобы достичь более высоких результатов в Чувасской Республике. И при этом он сразу давал поручения определенным министерствам для решения этих задач. И я думаю, что действительно это очень правильно. И мне, как финансисту, отрадно отметить, что Михаил Алексеевич сказал о принятии в бюджет развития Чувасской Республики. Долгосрочная программа, которая, прежде всего, будет, я надеюсь, описывать те этапы развития Чувасской Республики, которые мы должны достигнуть к определенным периодам. У нас много программ. Он отметил и сказал о том, что у нас 14 госпрограмм, 62 подпрограммы. Естественно, они по годам у нас расписаны. И одна из программ – это стратегия развития Чувасской Республики до 2020 года. Сейчас мы слышим о благосрочной программе развития Чувасской Республики, бюджетного развития Чувасской Республики до 2030 года. И я думаю, что те направления, которые заложены, они будут в обязательном порядке отражены. Сегодня в своем послании глава Чувасской Республики озвучил вопросы, связанные с землей. Потому что, действительно, земля – это основа, можно сказать, для развития экономики. Потому что любой инвестиционный проект при своем реализации сталкивается изначально с земельными вопросами. Соответственно, было сказано конкретно и особенно было поставлено задачей в отношении земель сельхозназначения. Обозначены конкретные сроки по завершению регистрации земельных долей. На сегодняшний день, сегодня эта работа проведена. Можно сказать, идет эта работа. 56% земель зарегистрированы земельных долей. Но, соответственно, нужно отметить еще о невостребованных земельных долях. Сегодня они составляют в целом по республике 240 тысяч гектаров. Из них всего-то 57 тысяч гектаров зарегистрированы в муниципальную собственность. Именно этот сегмент, именно этот сектор, где нужно усиленно еще провести работу органами местного самоправления. По завершению данной работы, которой было поставлено именно конкретные сроки и задачи сегодня главой республики своим посланием. Очень объемный документ. 15 государственных программ, которые будут работать в следующем году. 60 дней под программ. На самом деле, работы будет очень много. И для бизнес-инкубатора, и для бизнеса вообще. И те значимые проекты, которые, я так понимаю, будут развиваться в Чувашской республике, получат налоговые каникулы. Это впервые было услышано именно на этом послании. Мы услышали из выступления Михаила Васильевича, что и в следующие годы агропромышленным комплексом нашей республики также будет оказываться всесторонняя помощь. Притем помощь будет оказываться всем формам, вне зависимости от их размера. Это и крупным агрохолдингам, и фермерам, о которых говорил Михаил Васильевич, это и личным подсобным хозяйством. Самое главное, определили стратегические векторы развития Чувашской республики, на чем нужно сконцентрироваться и что нужно сделать, и по каким моментам мы сегодня недорабатываем. Очень важно, я считаю, что была отмечена эта более плотная работа с муниципалитетами, в том числе и по внедрению стандарта. Очень важно были определены векторы развития по реализации двух дорожных карт, важных это подключение к электросетям, получение разрешения на строительство. То есть очень важно было подмечено, что на сегодняшний день сроки не только длятся месяцами, но и годами. В этом направлении очень важно поработать. Мне понравилось, конечно же, выражение Михаила Васильевича о том, что люди – это главный ресурс. Я бы хотела добавить, что эта молодежь является еще более главным ресурсом, так как, наверное, в руках молодежи творится большее. У нас есть сила, у нас есть стремление сделать Чувашскую республику намного лучше. По моему мнению, в послании сделан глубокий анализ происходящих в республике процессов. Сделан глубокий анализ не только проводимых в республике преобразований, но затронуты необводенным вниманием и те неудач, которые, к сожалению, не имели места в текущем году. А главное, намечен широкий круг мер, позволяющих сделать новый шаг вперед, новый прорыв в будущее. И думаю, что всем импонируют те намеченные меры, которые намечаются провести в плане инновационного внедрения новых технологических процессов, поддержки малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства и тех инвесторов, которые приходят в республики. Но мне, как председателю общественной палаты, импонирует то, что и президент Российской Федерации, и наш глава Чувашской республики в самом начале своих посланий говорили о роли общественных организаций, в частности, общественных палат и некоммерческих объединений в плане сохранения стабильности в обществе. Я думаю, что планы намечены хорошие, задачи поставлены серьезные. Теперь задача всем, каждому проживающему в республике, сделать все необходимое, чтобы они были реализованы. Спасибо.